Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. В закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, в закон о госрегулировании и обеспечении плодородия земель с лихоз назначения внесены изменения. Если раньше удобрение почвы носило рекомендательный характер, то сегодня уже обязательный. Об этом и не только мы поговорим сегодня. Итак, знакомьтесь, гость нашей программы Сергей Лисицын, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. Сергей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Какие изменения внесены в закон и на кого они распространяются? Ну, в закон о государственном регулировании и обеспечении плодородия почвы внесены изменения. Вот он вступил в силу с 11 августа. И этот закон распространяется на землепользователей, в частности на землепользователей нашей республики. Он подразумевает, что землепользователи, если раньше, как вы говорили, они добровольно могли обследовать или не обследовать свои земельные участки, то сейчас этому вопросу такое внимание, что землепользователи должны в обязательном порядке проводить агрохимические, фитосанитарные, экологические обследования почв. То есть это позволит более тщательно, детально контролировать состояние и динамику изменения плодородия. Почву нужно обогащать в любом случае, потому что у нас проводится ежегодный мониторинг состояния плодородия. И мы отмечаем все-таки динамику в связи с такими процессами, как ветровая эрозия почвенная, то есть динамику того, что плодородие в почве снижается. И поэтому здесь вопрос, а если снижается плодородие, то значит мы теряем уже здесь урожай. И поэтому этому вопросу внимания уделяют все больше и больше, чтобы остановить снижение в деградацию почв и повысить плодородие. Каким районам обратите особое внимание? В каких районах ситуация действительно? Ну, по Чувашской республике, если брать основные показатели плодородия, у нас характеризуется содержание гумуса, фосфора, калия, если брать эти показатели, степень кислотности. Особое внимание, например, кислых почв у нас преобладает в Яльском районе. Хотя Яльский район очень активно участвует в выисковании почв, они это понимают, очень активно занимаются выискованием. Но, тем не менее, получая высокий урожай, вынос питательных элементов тоже пропорционально возрастает. То, что гумуса касается, органические вещества, он является основным показателем плодородия почв. Гумус у нас, значит, наоборот. Если в Яльском районе преобладает, в Батринском районе, в южных районах республики преобладает черноземная почва, где содержание гумуса порядка 7% в среднем, 6,7%, в отдельных хозяйствах до 10% доходит, то у нас бедная почва по содержанию гумуса отмечается в районах Морпосадка, Козловка, Ядринский район. То есть содержание гумуса на уровне 2%. То есть здесь уже по линии реки Волга почвы здесь уже другие. Расскажите про работу агрохимцентра Чуваши. Чем он занимается? Да, в республике у нас есть федерально-государственное бюджетное утверждение агрохимцентр. Они занимаются как раз этой работой по выполнению мониторинга плодородия почв. Ежегодно проводят обследование порядка 150 тысяч гектаров, 160. Но этот цикл у них пятилетний. В течение пяти лет, значит, вся республика должна была быть, должна охвачена быть. А удобрение почвы в Чувашии все-таки производят. Каким образом? Вот как удобряется почва? Почва удобряется в Чувашской республике. Если взять последние годы, то динамика отмечается положительная. Конечно, хотелось бы, чтобы удобрения наносились в большем количестве. Но тем не менее, например, если в 2018 году мы внесли на гектар посевной площади 31 килограмм в действующем веществе, в 2019 году мы внесли 34 килограмма. Но и в этом году поставлена задача довести, значит, нанесение на гектар посевной площади 40 килограмм. Ну и вот стоит отметить, что по сравнению к уровню прошлого года приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителем, оно возросло. И мы вот отмечаем, что, значит, если в прошлом году мы приобрели на эту дату примерно, значит, 30 тысяч тонн, да, то в этом году мы уже приобрели 42 тысячи тонн в физическом весе минеральных удобрений. Поэтому я думаю, что мы это показатели должны достигнуть. Конечно, это не так много, но вот отдельных хозяйств для сравнения могу назвать. Вот авангардцевый с кипяком, они вносят, значит, чуть более 100 килограмм на гектар в действующем веществе. Слава картофель 250 килограмм на гектар в ДВ вносит под картофель. Вот такие цепи. Результат соответствующий. Результат соответствующий, да, потому что если брать по урожаю, сейчас у нас как раз в республике активно ведутся уборочные работы, да, вот если посмотреть, даже динамика такая, что взять, например, Южный район и вот Цивильский район хозяйства, за счет того, что, например, даже применяют удобрения, они добиваются получения урожаев вот на этих небогатых, скажем так, почвах, более 40 цепнер, вот по Цивильскому району, вот на сегодняшний день, например, более 40 цепнер среднего урожаевства по району. Я знаю, что есть специальные программы федеральные для поддержки сельхозпроизводителей, вот расскажите немножечко о них. Есть федеральная ведомственная программа, да, вот в прошлом году была программа развития милиаративного комплекса, она федеральная, и этой программы предусматривалось субсидирное возмещение затрат на выполнение работ по повышению полудородия почвы, в частности, известкование. И вот, значит, в прошлом году мы по республике выполнили изыскование практически 4900 гектар, при плане, значит, который мы обозначили для месельхоза России в 4500 гектар, да, и те, кто произвели затраты в прошлом году, получили субсидии в этом году, вот им возместили 90% стоимости затрат. Это очень значительная сумма, да. Вот, тоже в дополнение скажу, что у нас в республике действует такая программа, что мы субсидируем, значит, 80% затрат на фасфортование за счет средств республиканского бюджета. Здесь субсидируются полностью все затраты, включая транспортировку, внесение, вот, составление проекта с меддокументацией, стоимость химмиллиаранта, то есть это очень большая поддержка для сельхозтоваропроизводителей. Куда нужно обратиться, вот, чтобы получить федеральную поддержку? Чтобы получить федеральную поддержку, нужно, конечно, вот, механизм какой? В прошлом году выполняли работы, в этом году, значит, получают деньги. Вот, в этом году какая ситуация? Значит, в этом году мы выполняем работы, на следующий год, в 2021 году, вот эти субсидии предоставляются. Для получения субсидий начать нужно с того, что обратиться вот в организации, которая составляет проект с меддокументацией, что также агрохимцентр этим занимается, вот, составить проект с меддокументацией, выполнить эти работы или своими силами, или с привлечением подрядчика, ну, и по завершении работ оформить акт, то есть эти работы принять комиссионно, и представить документы специалисту Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики в районе, который после оформления вот документации справки Реста представит нам ее в Министерство сельского хозяйства, и там уже будут вот это представлены субсидии. Насколько большой отбор или конкурс есть какой-то? Конкурса нет, скажем так. Мы вот в этом году поставили задачу, это утверждено поставлением Кабинета Министров, мы должны выполнить в этом году, произисковать 40 тысяч гектаров. То есть из чего исходили? Если у нас пятилетний цикл обследования, мы должны в течение пяти лет, значит, кислые почки в Республике произисковать, а у нас их порядка 200 тысяч гектаров есть в площади, поэтому есть где поработать. И вот как бы в пределах этих лимитов мы, любой желающий, сельхозтоваропроизводитель, ну, соответственно, если в этом есть необходимость по данным результата обследования, то есть составлять практическую документацию и направлять нам документы для получения субсидий дальнейшего. Мы сегодня говорим об изисковании, но я хочу сказать, что плодородие почвы, оно повышается, значит, не только проведением изискования и сортования, но, конечно же, большую роль играет в несении органических удобрений. Что к ним относится? Вот органические удобрения, например, значит, вносят каким образом? Это у нас и навоз, значит, органика, это у нас и сидираты, это у нас и вносят удобрения путем запакивания соломы. Вот если сказать, мы вот органики вносим вроде бы на сегодняшний день не так и много, ну, вот у нас выходит в среднем по году 3 тонны на гектар, да, но мы, 3 тонны, да, на 100 гектар, мы, значит, среди ПФО занимаем вот по этому году второе место по объему несения органических удобрений. Сергей Валерьев, сейчас активно идет уборочная кампания в республике. Какие-то есть хорошие результаты? Да, предварительные результаты неплохие, они, значит, выше уровня прошлого года. В двух словах, если говорить про урожайность, вот у нас зерновые культуры в этом году, они радуют, сложились за благоприятными условиями, мы получаем средний урожай, значит, зерновых на 7-8 сантиметров выше уровня прошлого года. Значит, идем с опережением по валовому обмолоту зерна, вот, по зерновому рожайность, она выше. Поэтому хотелось бы, чтобы эти темпы сохранялись, и вот если мы в прошлом году, значит, получили валовый сбор зерна 724 тысяч тонн, то в этом году мы, значит, поставили такую задачу, что хотим приблизиться к планке в миллион тысяч тонн. И если темпы сохранятся, да, такие же, то я думаю, что мы этого показателя достигнем. Что ж, Сергей Валерьевич, удачи вам, я надеюсь, что у вас все получится. Спасибо вам, что пришли. Спасибо большое, спасибо. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». У нас в гостях был Сергей Лисицын, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok